всем привет добро пожаловать в мою оранжерея ну кто давно смотрит мои видео они уже знают что я люблю бугенвили но я их люблю не только за их красоту но и люблю за то что их легко можно формировать особенно некоторые сорта как глабра например очень хорошо формируется и в таком ракурсе сегодня пойдет разговор про бугенвили про формирование бугенвили вот один мой вот такой эксперимент это укорененный мой черенок я из него формирую вообще бонсай почему бонсай потому что вот здесь я наращиваю крупные корни и потом в будущем я их приподниму надо кашпо и будут такие красивые фигуры в общем мы сейчас наращиваем корни утолщаются очень хорошо и внутри я не знаю там еще я ее не пересаживала просто она у меня постоянно цветет а вот здесь вот видите уже вот корешочки виднеется я думаю сейчас вот она август сейчас отсветет а в сентябре я конечно ее вывалю из кашпо и посмотрю что там с корешочками потому что вот это стволик тоже утолщается я вот хочу теперь вот размотать проволоку потому что она у меня уже врастать стала в ствол и я там вижу просто уже рубец то есть стволик утолщается вот эти вот все уже вот здесь вообще прям прошу просто потому что я ее сажала без корней практически практически без корней я убирала корневую систему ей и поэтому проволока я ее крепила именно за горшок то есть я ее здесь вот стянула и здесь вот у меня проволока тоже торчит я ее конечно выдергивать не буду чтобы не травмировать корни я эту проволоку просто обрежу а когда буду пересаживать дальнейшем я эту проволоку конечно уберу из корней кто не видел первое видео как я вообще формировала как я ее сажала верхнем углу появится ссылка можете по этой ссылке перейти и посмотреть видео ну вот когда я буду ее пересаживать я уберу эту проволоку конечно если корешочки там еще тоненькие то я оставлю до следующего года в этом же кашпо наращивать ей толстые корни и я уже сказала что потом их приподниму и получится очень интересное растение когда я буду ее вытаскивать из кашпо я обязательно сниму видео и мы вместе с вами посмотрим какие у нее наросли коры корешочки это сорт глабра она прям вообще прям ветвится пустится она вырастает прям большой единственный минус этого сорта она в помещении очень плохо цветет скудно потому что она у меня стояла в квартире одно время да я жила и она цвела прямо вообще плохо а сейчас вы как видите она просто вся цветных предсветников прямо твист вы не видно это просто красота глаз не оторвать очень посмотрите вот еще один пустик это мой черенок тоже но ему уже года четыре и вот он цветет вообще я его на штамбе формирую сейчас я вам покажу его еще вот посмотрите вот этот черенок я вырастила тоже сама я уже сказала я его формирую на штамбе у него такой уже стволик хороший макушку я постоянно стригу вот такое деревце прям получается и смотрится конечно это очень красиво особенно вот сейчас когда она вся 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 усыпана цветных предсветников просто красота но а вот эта красоточка это как раз таких не мамочка от нее то и черенки были и если кто-то смотрит давно мои видео они знали что она у меня была очень большой после переезда из квартиры я ее подстрелила а потом вообще и об кронсал на ней я делала прививки прививки конечно но это по моей вине просто в прошлом летом делала разного сорта прививки все бы было хорошо они у меня уже выпустили почки все но у нас такие перепады были а я ее оставила на улице и у меня эти прививочки не выжили они можно сказать замерзли потому что все таки для прививок нужно постоянная такая температура хотя бы ниже 25 градусов чтобы они хорошо прижились ну в будущем я конечно не сделаю прививки ну а в этом году я решила ее оставить вот такой думаю под светит своим сортом одним она очень красиво смотрится кстати вот тоже от нее тоже детка не детка вернее а укорененные черенки 2 метам горшочки это же вот они у меня в этом году как-то позднее стали цвести но уже догоняют то есть у него уже много очень прицветников расцвело и вот еще один мой эксперимент здесь у меня посажено два сухта в одном горшке и в принципе они в унисон зацвели у меня в этом году очень красиво смотрится здесь конечно еще белого не хватает можно даже подсадить и белый если допустим прививки не делать но это совершенно разное потому что прививки на штампе допустим да они классно будут смотреться тоже но так тоже можно посадить и я могу сказать что они друг друга не угнетают я думала угнетать будет какой-то сорт нет абсолютно нормально всем места хватает питание тоже видимо потому что смотрите и тоже как смотрится красиво вот этот сорт у меня rose de bois а вот этот вот вообще не помню я просто когда ее приобрела вот эти черенки я же не думала что буду видео снимать рассказывать как бы купила для себя и забыла вообще какой сорт ну цвет прицветников просто вообще красивые прям не передать не знаю думаю камера передаст и вот еще мое формирование вот такой вот арочка вот так вот я формирую чтоб она видите как загнулась ветки толстые уже это у меня сорт вера de pur pur ну вообще красотка вообще красотка знаете такие огромные шапки очень красиво у нее уже сформированный уже такой видите ствол но просто здесь у меня из бамбука стоит так как она у меня на улице это чтобы ветер ее не поломал я все-таки боюсь иногда бывает порывистые ветра такие я думаю что думаю поставлю я ей опору а так она стоит самостоятельно у нее потому что смотрите вообще ствол очень толстый ну смотрится конечно очень очень красиво и здесь я ей убирала все 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 листья и она смотрите из всех пазухов из всех пазух у нее полезли вот такие вот роски вот такие роски и смотрите прицветники сразу то есть она будет у меня вообще красотка я ее потом отдельно сниму когда она вообще будет во всей красе своей но она и так красивая очень но бугенвилия конечно вообще могу сказать шикарная шикарная лиана которую можно и сформировать еще и кустиком и на штампе в общем как душе угодно такая красота но все свои бугенвилия конечно не буду показывать потому что у меня на канале очень много видео и как я за ними ухаживаю то есть обрезка пересадка формирование омоложение корневой системы если кому-то интересно можете просто зайти на мой канал и посмотреть впереди еще много интересных видео так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео